Мужики пришли к мужикам. Добром хотите, будет добро. Не хотите добро, будет иначе. А они нас, а мы снова их. Они снова нас, а мы снова их. Сотня детей российских было сожжено во имя путинского рейтинга. Что же нам украинских щадить? Адам Кадыров, он защитил честь Корана. Это ваш будущий хозяин, ему можно. Какой? Здравствуйте, это «Текущий момент», новый выпуск. Меня зовут Елена Малаховская. Со мной на связи писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. 10 секунд моей ничего не значащей болтовни в начале. Это время для того, чтобы вы, уважаемые зрители, поставили лайк и дальше уже не отвлекались. Потому что прямо сейчас переходим к обзору текущих событий. Удар баллистической ракеты по Чернигову в субботу днем на православный яблочный спас по самому центру города по драмтеатру. Семь человек погибли, включая шестилетнюю девочку, больше 150 пострадавших. Я пошла почитать российскую пропагандистскую прессу, как они это там объясняют. Они радуются. Сейчас покажем, например, скрин из газеты. Попали по выставке беспилотников. И оказывается, там рядом еще секретное совещание НАТО проходило. И надо сказать, что выставка дронов там и вправду была. Собственно, о ней сообщалось в интернете. Называлось «Лютые пташки». О ней даже писали в соцсетях. И организаторы с организаторами сейчас разбираются у местной власти. Но у меня вот совершенно другой вопрос. Я правильно понимаю, начитавшись этих пропагандистских газет, что пропаганда окончательно приучила россиян к мысли, что нет проблемы убить ребенка, если где-то рядом с ним украинский дрон. Это что, уже не преступление? Как это квалифицируется хотя бы официально? Как это квалифицируется в своем уме и в своем сердце? Ну, слушайте. Во-первых, никто не будет сообщать о погибшем ребенке, разумеется. Никто не будет сообщать о погибших мирных жителям. Нанесен удар по военному объекту. Куда придумали там еще секретное совещание НАТО. Хренов ступе. Понятно, мы же не обсуждаем их вранье и их недомолвки. Тут, к сожалению, уже инерция войны. Случилось самое страшное. Мы об этом говорили много-много месяцев назад. Война набирает собственную, уже набрала собственную энергию. А не нас, а мы их. А не нас, а мы снова их. Они снова нас, а мы снова их. И на войне, как на войне. И привыкают люди к смертям. Это становится обычным делом. Забываются поводы первоначальные, даже формальные, неформальные. Все это забывается. И через какое-то время уже совершенно неважно, с чего началось и что было поводом. Трансгендеры, нацисты. Это уже совершенно неважно. Важно, что смерти уже реальны. В отличие от поводов, которые были выдуманы, как этот распятый мальчик или там преследование русских, укронацизм. Это было выдумано. Но через какое-то время смерть это реальный. И одна смерть улечет за собой другую. Вы ударили сюда, мы ударим сюда. И ваших погибнет не меньше, чем наших. И это хорошо. Вот логика войны. Это военная логика уже слепая, ужасная. Штука только в том, что в Америке во время Вьетнама или в России во время Первой Чеченской были СМИ, была оппозиция, была возможность выходить на улицы, была возможность общественного диалога. И это означало, что со скрипом не сразу, но тем не менее. Есть кому задавать вопросы громко. Не в обитой войлоком комнатке, не в интернете, на периферии, не за границей. Есть кому задавать вопросы в прайм-тайм, на телевидении. Что это за война? Зачем эта война? Во имя чего гибнут свои и чужие? С кадрами, с кровью, с телекранами крови. И вопросами. И через какое-то время и Первая Чеченская была остановлена, и Вьетнамская была остановлена. Останавливаются войны. И Алжир, французский. Через какое-то время общественность, общественный диалог все-таки с опозданием, но останавливает эти кровопролитные войны. В нашем случае остановить нечему, не то чтобы некому, нечему, нет инструментов. Те, кто могли бы, да, вот соратник Немцова, который остановил Первую Чеченскую, принеся миллион подписей, да, и под телекамеры, под телекамеры телекомпании НТВ, и под другие телекамеры. И это сработало. Остановили войну. Сейчас нечему, есть кому, но Карабурза сидит в тюрьме, соратник Немцова. И нету телевидения, которое это покажет, даже эти пикеты, эти протесты. Поэтому вот в этой глухоте, в этой немоте некому начать этот диалог серьезно на всю страну. Поэтому просто работает инерция войны. Вот мы попали по Чернигову ждить, и сейчас прилетит еще чего-нибудь по нам, а мы потом по ним. Слепая инерция войны, которая уже рулит, забыв про все первоначальные поводы. И не различая уже, а что касается детей, господин. Путин по своим стрелял по детям в Беславе 20 лет назад. По своим детям. По сотня, сотня детей российские было сожжено во имя путинского рейтинга. Что же нам, украинских щадить? Нет, это не работает. Голова уже давно, это слепота. Это слепота и привычка. Вот это вот уже привычка к смерти. Война, войны. Мамаша-кураж. Мамаша-кураж. Это повозка катится. Это зло плодит зло. К сожалению, повторяю, нужны механизмы, но в России их нету точно. В рубрике «Дичь недели» сегодня история про сына Рамзана Кадырова. А Адам Кадыров, ему 15 лет, избил заключенного в Грозенском СИЗО Никиту Журавеля. Этот парень, который сжег Коран и записал это на видео. Уже адовая история, но добавили официальные лица Чеченской Республики. Адам Делимханов, это депутат Госдумы и чеченский министр информации Ахмед Дудаев. Сейчас вот Делимханова видите на своих экранах. И первый сказал, я процитирую, учитывая гнусное преступление этого нелюдя Журавеля. Адам поступил очень даже гуманно, ставив его в живых. Ну а министр вообще сказал, что Чечня сыном Кадырова гордится. Чуть-чуть послушаем. Все члены команды нашего первого президента, все жители Республики, соседние регионы, субъектов, все верующие, здравомыслящие люди, они поддерживают действия Адама Кадырова. Они его поддерживают. Они подчеркивают его мужество. Они подчеркивают, что Адам Кадыров, он защитил честь Корана. Я, Виктор Анатольевич, не знаю, как комментировать эту историю, разве что фразой, которая тоже уже, в общем-то, приелась. Какой? Если у вас есть другие. Слушайте. Слушайте. Ну да, за пределами, в рамках нормативной лексики, просто вспомним слово «талибан». Это «талибан», где насилие, да, или саудовское, неважно, где там казнь за вероотступничество, повешение за вероотступничество и отрубление головы. Это норма. Это норма. И внутри этой нормы существует по всей земле, так сказать, миллионы людей. Штука в том, что этот шариат, этот «талибан» в составе Российской Федерации. И тоже можно было бы-то ахнуть, но поздно ахать, потому что Кадырову разрешено не младшему, а старшему, любому Кадырову, я полагаю, разрешено убивать людей. Причем в 2007 году начались расстрелы кадыровских врагов в Москве, на Ленинском проспекте, Ямадаево, да, или где-то там. То есть уже 15 лет, как Кадырову можно убивать людей в Москве, я не говорю о Немцове, возле Кремля можно убивать. Поэтому и избиение где-нибудь в Грозном или в Центарое – это быт. Это быт этого нашего «талибана», этого нашего шариата. Но пить Боржоми уже поздно, потому что, собственно говоря, это делали в Москве полицейские в 2019 году. Это пытают в тюрьмах, пытают, да, пытают, ломают руки, избивают, убивают, и никто не несет ответственности. Поэтому делать вид, что это, собственно, чеченская проблема, не надо. Это вот такая сегодняшняя Россия, где это становится, уже практически стало нормой. А, собственно, в каком регионе это нельзя? В каком регионе нельзя избить оппозиционера? В каком регионе? Да, золотая молодежь, сын главы региона, не может кого-нибудь отметелить без наказа. Другое дело, что потом не будут, ну, замнут просто. В каком другом регионе просто замнут? А в Чечне нет оснований заминать, потому что они в законе. Это уже давно в законе, они, в общем, давно не скрываются. Просто констатируем, просто констатируем, что чеченский, вот этот вот кадыровский обычай, не чеченский, конечно, кадыровский обычай, это он флагман просто. Вот это Россия вся подтягивается. Все другие регионы, вся Россия подтягивается к кадыровскому стандарту. Нам просто показывают, как будет везде, через какое-то время. Да, вот такой, значит, шариат. Причем он совершенно не обязательно должен быть завязан на какую-то веру. Дело не в этом. Дело в степени безнаказанности. Дело в степени открытости насилия. Вот мы проскочили, Россия уже проскочила, эти нулевые, когда тоже уже были политические убийства, и Щекочихин, и Червочкин, но все-таки они делали вид, что это не они. Сегодня они уже перестали делать вид, что это не они. После случая с Навальным, просто уже глупо даже и прятаться, они говорят, да, это мы, и что? Что вы нам сделаете? Вы нам ничего не сделаете, сидите тихо. Вот, собственно говоря, мы видим флагмана в лице кадыровского клана и Чечни, мы видим флагмана, вот туда мы гуськом все идем. Но это еще вопрос образования, то есть привести своего 15-летнего сына, школьника, даже еще не выпускника, значит, но тренировав предварительно, он не раз показывал, как, значит, Адаму Кадырю. Да, да, конечно. И, как бы сказать, фас. Это педагогика, конечно, это нет, конечно, это не педагогический просчет, ну, тут вы правы, это педагогический успех. Это да, это вот показывает, во-первых, и Чечне показывают, кто следующий. Вот есть хозяин уже, следующий хозяин есть. Да, вот, вот, это демонстрация. Я же говорю, это не какой-то тайная история. Вы же видите, как реагируют официальные лица. Я не исключаю, что это было просто такая вот запланированная, скорее всего, так и было, запланированная. Это педагогика, причем не только для него, это педагогика для всей республики. Это ваш будущий хозяин, ему можно. Он имеет право, вы видите, мы не против. Да, это такая заявка, это заявка. Это тендер, я не знаю, сколько сыновей у Кадыровой, старше ли это, но это, по-моему, выигравший тендер. Мы находимся в кануне осени, в кануне сентября, и в прошлый раз сентябрь в России закончился массовой мобилизацией на фронт, и есть основания полагать, что можем повторить. Много и давно говорится о том, что россиян вербуют на войну, как бы уговаривая подписывать контракты, но редко можно посмотреть прям видео свидетельства этого, как это вообще происходит. Вот оно появилось. Значит, как это происходит, например, на Тольяттинском автозаводе. Обратите внимание, сейчас покажу видео. Чиновник, который уговаривает идти на войну, прямым текстом говорит, что скоро будет вторая волна мобилизации, тогда уже никого не спросят. Видео на одну минуточку буквально. На город Тольятти поставлен план 2000 человек. Мы набрали немногим больше 250. Это 10-15% в зависимости от района. Если в течение месяца двух мы положение не выровняем, будет вторая волна. Уже никто никого спрашивает. Не будут опять воинкоматы, понесут повестки. Поэтому сейчас, если кто-то хочет поправить свое материальное положение, остановить какое-то исполнительное производство судебных приставов, все это реально сделать. И тут выплаты, единовременные, при заключении контракта. Это 195 тысяч от Министерства обороны, 200 тысяч от фонда духовного наследия, это Таталяйский благотворительный фонд. И плюс зарплата от 200 тысяч в зоне СВО. Повторюсь, положение серьезное, поэтому ходим мы по всем предприятиям. Но это уже мера вынужденная. Заработать денег или уйти от правосудия? Как вам такая агитация, Виктор Анатольевич? Замечательно. Честная агитация. Решить проблемы. Заработать денег. Видите, заработать денег другим способом нормальных нельзя. Тут есть несколько тем очень разных, но очень сходящихся, как лучи солнечные в лупе, и дымящихся уже там, где они сходятся. Значит, во-первых, обратите внимание, никакой идеологической уже подоплеки нет. Уже никакая война священная, народная, это все для телевизора. А тут мужики пришли к мужикам, ребят. Значит, никто не говорит про родину, про спасение русских на Украине, в Украине, одна Украина, вы Украина, нигде. Да, значит, ребят, мужики пришли к мужикам. Добром хотите, будет добро. Не хотите добро, будет иначе. Тольятинский завод этот, что он там собирает, большого ущерба для автомобилей строения все равно не будет. Поэтому все уйдите на фронт. Пушечное мясо, ничего другого не надо. Машин не нужно. Никому не нужны эти машины. То есть уже все. С повышением благосостояния более-менее закончено. Нужны солдаты. Рожайте сыновей, нужны солдаты. Не успевают бабы рожать. Вот подвели Георгия Константиновича Жукова. Не успели нарожать к длительной войне. Короткой успели, а то на длительную не нарожали. Значит, всех забираем под чувствую. Обратите внимание, значит, важная вещь. Никакой идеологии. Только здравый смысл. Добром или недобром. За деньги или так. Да, решайте, мужики. А второе. Заработать ничего нельзя. То есть деньги, которые им предлагают, сколько там? 100 тысяч. Сколько стоит человеческая жизнь? Да? Я так понимаю, да? Тысячу долларов им предлагают. 100 тысяч, 200. Ну, 200, 200, говорят. А зарплата для тех, кто уже в зоне СВО? 200. Да, 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 понятно. Ну, это, во-первых, ты еще, тебя угрохнут, тебе оторвут руки-ноги, ты потом получи чего-то. Про это много уже историй. Но это даже не в этом дело. Сколько стоит жизнь? То есть покупается жизнь, здоровье. А вот так, а просто, ну, вот как мир живет в СССР, вот работать, жить, расти детей, да, богатеть, что-то придумывать, изобретать, просто жить. Нету смысла, нету, нету никакого ни у страны смысла, ни, видимо, у этих людей, которые пойдут. Такое вот унылое, унылое. И обратите внимание, крика восторга, да, лома очередей у военкоматов, нет, это третья тема. Это тема поддержки войны. Потому что за поддержка войны, если приходится, отлавливается. 100 это за такая единодушная поддержка, что набрали 10% от требуемого числа. Значит, тут и социология, тут и безнадега общая. И, конечно, идеологическая пустота абсолютная в этом кадре. Нету никакой идеологии, нету никакой темы. Вот как только мы спускаемся с Песковско-Симоньяновского уровня на землю, вот туда, вниз, к людям, мы видим, что пустота. Пустота. Нету. Даже разговора об этом нет. Это очень выразительный и безнадежный кадр вы показали. Там еще был момент, он довольно длинный, там еще вот этот рядом стоящий парень в форме тоже говорит. Там еще был такой интересный момент, который не вошел в это короткое видео, что он говорит, ну я понимаю, что у нас работников не хватает. Видимо, он выступает перед какими-то там, я не знаю, как это, директор цеха или кто там, ну кто постарше собрали. Говорит, ну а вы поуговариваете родственников. Вам же самим виднее, кто из родственников как бы подходит для того, чтобы его отправить. Вы с родственниками поговорите. Им вот, может, кто у вас там уголовничек там, жизнь с чистого листа. Да, 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 да. Вот идет такая, вот я повторяю, как только мы спускаемся с высоты, так сказать, Останкинской, Останкинско-Кремлевской, мы спускаемся на землю, то мы там не видим ничего, кроме безнадеги и вот такого угрюмого молчания. Угрюмое молчание. Вот и вся поддержка. Угрюмое молчание. Повторю то, что я говорил, там, применительно к остановке войны, к истории с Черниговым и так далее, гипотетической остановке войны, да. Механизмов нету. Вот эти люди немые, не слышимых, невидимых и не слышимых. Вот эти глухонемые люди, потому что они плохо слышат то, что им говорят, они не особенно реагируют. В политическом смысле это глухонемые. И это холопы в политическом смысле, безусловно. Вот они просто, да, вот они ждут, как решится их судьба. А и поддержка, то есть у них нет никакой возможности выразить протест. Ни в одиночку, ни вместе. Они боятся друг другу, может быть, признаться, что они ненавидят это все. И ждут, когда это все сдохнет и как-то кончится. Нету никаких механизмов, поэтому ответом на эту агитацию мы слышим, это народ безмолвствует. Вот мы слышали это безмолвие. Им скажут кричать, что они крикнут, но энтузиазма не прибавится. Вот вся поддержка, вот это безмолвие. Это безмолвие на длинные дистанции исторические кончается либо обмороком из Северной Кореи, но политическим обмороком окончательно. Превращением страны вот в такой уже совсем зомбированный концлагерь. Либо в другую сторону уходит маятник, да, и русский бунт бессмысленный и беспощадный. Если энергия раздражения и протеста не выходит в либеральные механизмы, если нет Немцова и миллиона подписей против, и нету телекомпании НТВ, которая это покажет, и нету общественных партий, которые будут за это бороться и делать это, и вставлять в повестку и в парламенте в том числе, если этого ничего нету, то вся эта энергия уходит вглубь, задавливается, уходит в это угрюмство, в угрюмое молчание, а дальше как мог распорядиться? Либо все это окончательно падает в сторону обморока, либо взрывается. Тут, собственно, два варианта, никакого третьего. И вот мы ждем, чем это закончится. Но угрюмство очень-очень выразительное, надо сказать. Вот эта тишина в ответ, она очень выразительная. Ну а тем временем восьмиметровый монумент Сталина возвели в город Великие Луки на территории другого. Перенесемся, так сказать, на другой завод. Что там? Завод Микрон в городе Великие Луки, там поставили Сталина. Церемония запомнилась священником, в общем, красивым. Давайте на него посмотрим. Христос воскресе! Христос воскресе! Ну, если честно говорить, да, что пострадала церковь в годы правления Иосифа Виссарионовича. Но благодаря этому у нас теперь множество новомучеников и исповедников российских, которым мы сейчас молимся и которые нам помогают тоже в деле возрождения нашей Родины. Мысль у батюшки такая же глубокая, как у недавнего Шойгу, который сказал, что одна из целей СВО – это освободить наших из плена. Логично. И вот батюшка буквально под тем же стопам. Рядом стоит какой-то орденоносец, просто буквально весь-весь увешан на медалях, и даже с Анной, с Георгием, с кем там на шее, с бантиком. Да. И я только удивилась, когда потом пришла новость, что в отношении этого священника начали проверку проводить в РПЦ. По-моему, очень правильный священник. Чего не так-то? Священник политически выдержанный, однополчанин, патриарх, да, из того же ГБ, что ведомство, видать. Вот. Но, как сказано было у Шварца, молчите, принцесса, вы так невинны, что можете сказать страшные вещи. И он просто проговорился, он проговорился, это же мы должны услышать по поводу чего они именно расследуют. Но, конечно, логика замечательная. Сначала умертвить сотни тысяч людей, сначала умертвить, собственно, священников, не ГБшников, которые потом надели сутаны и начали ходить, надели крестики на память о том, как распинали, да, а священников поубивать, вот, но зато есть кому молиться. То есть это такой непрерывный цикл, я бы сказал. Убили, признали новомученика, молимся, и заодно открываем памятники тому, кто убивал. Это непрерывный цикл, русский непрерывный цикл. Мы, может, автомобили не будем собирать с такой скоростью и качеством, а этот непрерывный цикл мы наладили. Убивать собственный народ и ставить памятники убийцам. Это у нас получается. Новость в тему опровержения 90-процентной поддержки Путина, которую обещал Песков, не так давно, что Путин столько получит на выборах, но, похоже, не совсем так. Я имею в виду разгон движения за права избирателей, это движение наблюдателей, голос и арест его лидера, сопредседателя Григория Мельканьянца. Это Путин правда так боится голоса в преддверии выборов? Или, может быть, это просто уже винтики вот этой репрессивной машины обнаружили недокрученный болтик, ну и машинально завернули? Нет, вот это как раз не машинально. Мы говорили об этом, репрессия, вот эта машинка раскручивается, и нужны новые, значит, новые сметы, нужны новые звания, и поэтому они будут ловить, а если нет некого ловить, они придумают, кого ловить, и будут сами, как в новом величии, придумывать преступников и так далее. Эта машина работает, и она будет нарастать, ее работа. В сторону, так сказать, расширения террора. Но в случае с Голосом и Григорием Мельканьянцем, это, конечно, удар по целям и площадям, и это совершенно очевидно. Какая 90-процентная поддержка? Если представить себе, что были бы выборы с агитацией, то есть то, что называется на Западе выборами, то есть им бы предшествовала честная агитация, равные возможности кандидатов, возможности агитировать, разговаривать, выбирать. Какие там 90-процентные? Мы же слышали это молчание. Вот оно все. 90% немоты. Я как-то сформулировал, что наша немота – это эхо криках из пыточных. Очень большая традиция пыточной. Эти крики дают на выходе немоту следующих поколений. Вот следующие молчат, чтобы не казаться пыточной. Вот и вся поддержка. Путин, я думаю, на старой площади это прекрасно понимает. Нет никакой поддержки. И, конечно, недотоптанный голос, который многократно ловил их на фальсификации, многократно мелкие нюансы и голос фиксировали, я не помню, какая это статья Уголовного кодекса, но фиксировали захват и удержание власти. Это особо тяжкое преступление. Захват и удержание власти. Там до 20 лет. Без всяких убийств. То есть до 20 лет лишения свободы – это государственное преступление. И голос многократно вместе с другими наблюдателями, с сетью наблюдателей. Вы помните, как каждый раз их ловят за руку, каждый раз ловят за руку. На сбросах, на фальсификациях, на неравных возможностях. И все это фиксируется. И все это не публицистика, а вот говорят, что фальсифицировали. А все это документы, все это математические кривые, все это доказано. Многократно доказана фальсификация. И можно только удивляться, что только сейчас похватились разогнать голос и посадить. Наконец-то. Отдельно скажу, что, конечно, это поразительного мужества люди. В каком-то смысле смертники. Я надеюсь, не в буквальном. Но, видимо, они понимали, что до них не могут не дойти репрессии. То есть это действительно недосмотр какой-то. Как могли не дойти репрессии? Как можно государство топтать и запихивать в лагеря каких-то случайных людей, вроде отца этой девочки, или железнодорожного рабочего? А тут целая политическая организация. Потому что организация сопротивления. Потому что голос – это сопротивление. И это, повторяю, документировано. Это же очень страшно для них. Не вообще вот это, а вы докажите. А нас там не было. А все доказано. Голосом доказано. Многократно доказано. Фальсификация. Это зафиксировано. И фиксировало это, в частности, движение голоса. Поэтому в этой посадке нет ничего странного. Мы можем только удивляться, что это было не сделано раньше, и восхищаться мужеству людей, которые не уехали и готовы платить своей судьбой, надеюсь, не жизнью, но судьбой, настаивая на своем, настаивая на праве избирателей, на честные выборы. Всего уже нет и быть не может при Путине. Я разумею. При Путине, собственно, этого и не было. Напомню, что он пришел к власти с фальсификацией. Первые выборы 2000 года, они не дотягивали для победы в первом туре, а второго очень боялись. Поэтому в последние два часа голосования в 2000 году зафиксировано голосование за Путину 112%. Это математика. Ну просто. Иначе не получалось перетащить через 50-процентный порог. То есть Путин ни разу не выигрывал выборы. Никогда. Вообще. И это все зафиксировано, в том числе коньянцы. Странно, что они были на свободе так делают. Виктор Анатольевич, я вполне, конечно же, согласна с той мыслью, что это намеренное преследование, что это преследование голоса, добивание голоса перед выборами, что они действительно представляют собой угрозу режиму. Но мы так долго говорили, что уже все нарисуют. что никто уже... То есть мнение народа никого не интересует. Сколько надо процентов, столько Путина нарисует. Получается, это вот эта фиксация, она важна скорее для внешнего мира или, может быть, для истории просто, что Путин был нелегитимен все это время? Ну, понимаете, да. Нет, я не знаю, какова буквальная логика посадки. Да, Григорий Николаевич? Я не знаю буквальной логики. Политическая логика совершенно очевидна. Нет, конечно, если бы они остались на свободе, или никаких выборов бы все равно не было, и все равно нарисовали, сколько надо. Вот. Но зачем эти неприятности? Зачем вообще, чтобы что-то шевелилось? Если можно посадить. И сейчас это уже не требует... Особенных юридических усилий. Они же раньше, повторяю, в нулевых, им надо было притворяться, изображать какой-то закон, искать какие-то статьи. Помните, как мучительно сажали Ходорковского в третьем году, в первом деле Ходорковского? Как еще когда были адвокаты, состязательность процесса, гласность, публичность, СМИ. Сегодня все затоптано, можно просто взять, как Яшина, как Крамурзу, просто взять и запихнуть в чулан, как Буратино. Вот и все. И пытать можно, и убивать можно. В этом смысле, конечно, практической опасности, вот такой, как вы говорите, для того, что они называют выборами 24-го года, разумеется, Милконянс не представлял. Но это было, так сказать, они с удивлением обнаружили что-то недотоптанное живое. Оно будет все-то визжать, говорить, давать какие-то интервью. Ну, зачем запихнуть в чулан? И, повторяю, им уже поздно пить боржоми, они им поздно притворятся демократией, поэтому сегодня ничего им не мешает это сделать. А раз не мешает, то почему бы не сделать? Вот, мне кажется, такая логика. Сегодня у нас, конечно, очень грустная программа. Давайте добавим праздника, знаете ли. Ну уж какой есть. 22-го августа, собственно, день российского флага. В 91-м году приняли постановление, в нем все равно, каким должен быть флаг, что это три колор. После окончания путча дело было прямо на утро. Про этот путь мы в прошлом с вами в выпуске уже поговорили, поэтому сегодня я это просто использую дату как повод. Значит, сейчас, конечно же, три колора – это один из символов путинской агрессии. Он отмоется когда-нибудь? Или новой России? Если она вообще будет, нужен будет новый флаг? Не отмоется, я думаю, не отмоется. С какого-то момента, мы уже говорили об этом применительно там, как всему угодно, красный флаг. Ну, помните, свастика когда-то была, говорят, знаком индийским, знаком плодородия. Но как-то с 30-х годов прошлого века как-то никто уже не вспомнит про плодородие и бессмысленно об этом говорить. Прилипает. Пропахло насмерть. Уже невозможно этот символ наполнить другим содержанием. Ну, как красный флаг сиркома Молтон, когда-то он для для моих дедушек-бабушек там означал там заводы рабочим, там землю крестьянам и так далее, власть советов. Но с некоторых пор он означает только гулаг, интервенции, кровь. Кровь и ложь. Кровь и ложь. Да? И уже ничего сделать с этим нельзя. И бессмысленно говорить, что когда-то серка Молт что-то символизировал. Уже нет. То же самое с нацистским флагом. Уже нет. Ничего не получится. Полагаю, что та же печальная история ждет и триколор. Когда-то это был наш флаг, флаг надежды, флаг новой России в противовес кровавому, так сказать, да, советскому знамени. Но за прошедшие 30 лет с лишним этот символ наполнился таким катастрофическим содержанием и такой кровью пропитался, что сегодня он в этом смысле ничуть не лучше советского. Но кровью меньше успели пролить. Просто времени меньше немножко. Но тем не менее, да, он уже абсолютно кровавый и это уже не отстирывается. Поэтому, ну, дай нам Бог дожить до этих проблем, да, под каким флагом ходить. Но, повторяю, ничего, ничего с этим, этого черного кобеля не отмоешь до бела. Уже точно. Просто я помню, что вот, например, там в 11-12 годах, протестные годы, многие говорили, о том, что неправильно, что мы отдаем флаг, нужно его использовать, придумаем какие-то белые ленточки, придумаем другие. Нет, надо вот его, значит, и в какой-то момент действительно много там на митингах, там на Сахарова, на тоже где-нибудь еще там в 18-19 году начали люди выходить с этим триколором. И, наверное, кто-то до сих пор даже бьется, оставляя там триколор в своем, в своем, на своей ватарке, где-то в никнейме, в соцсетях, типа вот выражая то, что это не значит, что я пропутинский, если я русский. Не работает, бесполезно. Не работает, потому что все, что надо объяснять, не работает. В области символов, символ он а то и символ, что он заменяет там тонну слов, да, и объяснений. Вот свастика, вот серпы молот, да, вот Ян Киду, вот звездно-полосатый флаг. Да, символ заменяет, за ним что-то есть. И, значит, в 11-12 году это была последняя наша попытка настоять на том, что мы Россия, а не самозванцы, что, в общем, так и есть, конечно. Мы Россия, мы россияне, а это самозванцы, захватившие власть, бандиты. И мы настаиваем, что мы от имени России. Но с тех пор столько всего произошло, и столько крови пролито, причем уже по всему миру, да, и Грузия, и Украина, и Сирия, и в России, да, столько всего уже, да, наслучалось, что, повторяю, объяснять про символ бесполезно. Реакция, как, там, вода на щелочной металл, да, с цепением сразу, мгновенная реакция, символ вступает с мозгом в мгновенную реакцию. Ты это увидел и среагировал. Он для тебя что-то значит. Красный, нацистский, американский, английский, неважно. Символ, ты реагируешь на этот символ, пацифистский, ты реагируешь на символ. Как только надо объяснять, это значит плохой символ. К сожалению, триколор за эти десятилетия, кардинально поменял наполнение. И сегодня, ну, милости просим, да, прийти на Крещатик и объяснять им, что, в принципе, да, ну, вот этот триколор, он означает что-то другое. Нет, братцы, нет, уже нет. Поздно, поздно пить боржой. Повторяю, дай нам Бог дожить до момента, когда это станет актуальным вопросом, да, как бы нам себя обозначить, себя россиян, живущих в России, но ни упырей, ни убийц, да, дай Бог, чтобы до этого дошло. Эта рубрика сегодня тоже будет необычной, потому что чаще всего про боли утоляющие, когда мы говорим, мы говорим о том, что дает нам утешение, литература, может быть, музыка, какие-то люди хорошие, а тут внезапно утешение, кажется, принесло крушение российской лунной миссии. Как так вышло, Виктор Анатольевич, и нужно ли стесняться своей вот этой вот внутренней радости, что у путинского Роскосмоса ничего не вышло? Ну, что есть нужно ли? Это же никому не велишь, да, чувства, нельзя транслировать, сшить другому человеку свои эмоции. Я писал когда-то, я, простите, за цитирование, но там во время Сочинской Олимпиады, я писал об этом эффект души на разрыв, когда душа оказывается на разрыв между естественным желанием болеть за своих, да, желать успехов своему, да, своей фигуристке, своим хоккеистом, своему спортсмену. Вот, вот триколор, вот это наша, ну, пускай он победит, он же свой. и холодным пониманием на какие, на какую мерзость, да, на какие мерзкие дела пойдет на растопку энергия этого эмоционального подъема. Я тогда писал об этом применительно там к Олимпиаде в Сочи, Кликницкой и так далее. Одновременно ты понимаешь, да, вот эти вот, душа на разрыв. Но за это время этот разрыв у меня прошел, у меня прошел. Я слишком хорошо понимаю, мне, конечно, там жаль каких-то людей, которые трудились и труд пропал, это все понятно. Людей, как всегда, жалко, но я слишком хорошо понимаю, что никакого отношения собственно к науке это не имело. Это все глубокие тылы. Это Россия пыталась повторить полувековой давности, так сказать, подвиг советской, советской космонавтики. И у нее и это не получилось, да. То есть никакой, никакой ценности научной это не имело. Это чисто пропагандистская история. Это вроде полета Юлии Пересиль, да, кино в космос. Это для пропаганды все сделано. И раскручивалось как пропаганда. И заголовки это мы умыли, возвращая наши лунные программы, мы умыли Америку, там, напугали Германию, там, Украина вся в клочья, да, от нашей победы. Мы победили. Я прекрасно понимаю, для чего это было, пытались сделать, да, для вот этого пиара, Галимова, для того, чтобы продемонстрировать, а мы идем вперед, все равно, мирный, мирный пост тут державы, да, мы вот все, освоение луны, подвиг, да, конструкторы, вот это все. Я понимаю, какая пена была бы патриотическая, если бы это удалось. И сколько они своровали, но они уже своровали на это, но сколько десятков хлопов они бы наполнили гордостью, да, за вот эту, за этот полет, как он был представлен, как огромный прорыв, хотя это глубокие тылы мировой космонавтики сегодня. Индийцы высадились на Луну, там, прекрасно, да, я уж про американцев не говорю, куда они прилетели, в какие края вселенной, да, но это было бы подано для нехитрого населения, как огромная победа. И был огромный бы пар, да, из ноздрей, и под это дело, да, они бы еще прикупили какое-то количество холопского энтузиазма. И очень хорошо, что этого не случилось. Очень хорошо, что этого не случилось, потому что весь холопский энтузиазм, а вот за такую страну можно и погибнуть, ну как, возвращаемся, да, в Тольятти. Ты же видишь, мы же великие, мы за это можно и погибнуть, отдать жизнь за такую страну, которая Луну осваивает, а вокруг враги, а она Луну осваивает. Вот какая штука. Поэтому, да, искренняя радость. Я уже писал об этом, к сожалению, опять-таки, символы наполняются содержанием. И я, маленький мальчик, который затаит дыхание, там, 50 лет назад следил за полетом, значит, больше, чем 50 лет назад, да, какой это был. А, равнехонько, кажется, 50 лет. 70 какой это был? 71-72, не помню. 76-й, по-моему, последний, если вы про последний раз, когда на Луну слетали, то в 76-й. Нет, про первый, про первый, про первый. Это я был в каком-то классе, в классе в пятом, не важно. Но я помню, как с замиранием сердца, вот там, за этим луноходом, да, какое-то замирание сердца. Вот этот мальчик, который с замиранием сердца следил с чистых прудов за луноходом, вот он вырос, превратился в старенького, дяденьку-пенсионера, которому физиономия, наглая, воровская физиономия, да, Дмитрий Рогойстер, да, она перевешивает память о Георгии Михайловиче Гречко или Алексея Кипчелеонове, с которым я имел честь, с которыми я имел честь быть знакомым, да, перевешивает, перевешивает. Сегодняшняя космонавтика это уже не про Леонову и Гречко, а это про Рогозину. И то, что они долбанулись о Луну, это, слава Богу, меньше будет воровства, меньше будет холопского энтузиазма. Может быть, быстрее это все закончится немножечко. Так, это мне понравилась шутка, которую я прочитала в соцсетях. Мы запустили ракету на Луну, не на АВ. Вот в данном случае вполне себе, мне кажется, подходящий вариант. Ой, хорошая, хорошая, жесткая, жесткая, хорошая шутка. Вот что значит контекст. Ну что ж, если вы хотя бы к концу этой программы улыбнулись и как-то немножечко подотпустила, я считаю, наша миссия выполнена. И спасибо большое всем, кто нас смотрел. В отличие от космической. Да, кстати. И обязательно только хочу сказать, чтобы вы не уходили от нас без лайка, тем более, если уже досмотрели нас до конца. И тоже высказывайтесь. Мы всегда это приветствуем, комментарии читаем. Ну и подпишитесь, конечно, на Ходорковский лайв, если почему-то до сих пор этого не сделаю. Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok